Привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить с Карим. В последней серии мы отомстили всем, кому только можно. Остались у нас последние люди в нашем списке. Это местные талморские эльфы в своем гарнизоне. Они хранят тут паренька, не помню как его зовут. Торельда, да. И сейчас мы направимся их убивать, если они встанут на нашем пути, конечно. Прямиком нарываться на них не будем, потому что талмор все-таки тоже эльфы, тоже как бы наши сородичи. Но если полезут, то огребут по полной. Это что за стрела тут? Так это от меня стало, что ли? От прошлого похода. Странно, надо сказать, она торчит. Но я думаю, с моей скрытностью мы просто сейчас сюда пройдем. Хотя надо всех убить, потому что на обратном пути я явно буду с этим Сторельдом. Если его убьют, это Япл. Если его убьют, это будет печально. Эй, не отступай. Так, хорошо. Куда-то полетел. Опять запахался, видите, да? У меня выносливости не хватает. Надо будет прокачать ее в быстром темпе. Ну все, талморцы. Ничего у меня противопоставить-то не можете. Взять вас, что ли, это все продать? Да ладно. Хотя, конечно взять. Потому что мы сейчас спасем Торельда и отправимся в быстром перемещении в Минхель. Там все это продадим. И у нас будет бабло. Хорошо. Все, собственно. Заходим внутрь. Прячемся. Хотя уже прятаться-то особо необязательно, конечно, но все равно это. Мне нравится играть в стелс. Даже несмотря на то, что это необязательно. Кому-то нравится играть магом. Я никогда не любил играть магом. Мне это было неинтересно. Я признаю, что местная боевая система магическая, она... ...вообще одна из лучших, по-моему, из тех, что я видел. Но... ...просто не мое. Я не люблю бегать, как непонятный не знаю кто в балахоне. Красивая, слушай. Мне нравится броня. Или хотя бы, вот, допустим, говорят, что в Темном Братстве я получу легкие одежды, очень хорошо влияющие на стелс. Возможно, в тот момент, если, опять же, будет так же легко дальше, я просто откажусь от этой брони стеклянной в пользу более красиво выглядящих... ...более красиво выглядящих одежд. Потому что, в принципе, мне уже вот эта броня, она не сильно нужна. Я и без нее справляюсь. А то, как она выглядит, мне не очень нравится. Так, взяли книжки. Поставить себе на книжную полку. У меня она, конечно, почти забитая, но мало ли. Может, поместится, если не поместится, продадим. Люблю я так вечерком, когда я не записываю. Запустить Скайрим. Сесть, прочесть пару-тройку книжек. Интересно. Посидеть в домике. Так, вот тут мы начали огребать в прошлый раз. Это я. Не волнуйся. Вот кто-нибудь есть? Так, туда. У него, видим, хорошая сопротивляемость этому делу. Так, ладно. Там еще один есть. Давайте-ка мы спрячемся. Охота поиграть с ними, как кошка с мышкой. Он там, похоже, еще не встал. Да, блин, что я в рентину? В прошлый раз вы меня не щадили. В этот раз я щадить не буду вас. Так. Так. Куча всякой шляпы набрала. Не стоит-то мало, на удивление. Для такой хорошей брони цена у нее просто бросовые. Так, что у нас тут есть? Пирог есть, нет? Мой любимый. Нет. Козий сыр, кстати говоря, ненавижу. Он такой вонючий. Здесь кто пробовал? Кто в деревне успел пожить? Тот пробовал, конечно же. Я в деревне в детстве прожил лет пять, наверное. Так-то вот. Ага. Ты смотри, какая у него реакция. Там снизу кто-то вышел, слышу. Ага. Мак. А у него сопротивляемость, да? Или я не попал просто? Так, здесь лечение, ключ капитана. Хорошая одежда. Блин, круто выглядит. Мало стоит. Ух ты, сколько вас понабежало-то. Ёлки-палки. Вот ты где. Вот, твоей презрентной силы. Ну ладно. А, у меня стрела прямо в голове, да? Видите? Я надеюсь, она выпадет из меня. А, все исчезло. Стрела прямо в глазу была. Это было смешно. Так, ну что? Здесь, похоже, этот маг обитался. Он, видимо, у них самый главный. Никаких записок нет. Чтобы понять, что тут происходило. Еще одна книжка. Для двуручников. Так. Куча, куча страниц. Поэтому я их и не читаю во время игры. Потому что натурально очень много текста. Хотя сначала и собирался. Помнится, как-то проходил я Зов к Тулху. Там в восьмой, по-моему, серии. До сих пор помню. Мне попался дневник, рассказывающий о событиях предшествующих захвату рыболюдьми города. И вот эта книжка, я ее читал, по-моему, в девять, что ли, минут. После этого я решил, что если в книге слишком много текста, лучше не начинать даже. Так. Торрельт. Сейчас, братья, подожди, я проверю полностью помещение, а потом тебя освобожу. Я не хочу, что после стольких серий ты у нас погиб. Это меня печалит. Стальная броня. Зачем я взял стальную броню? Ну ладно, пока что вес позволяет. Тут у нас что? Тут у нас камера. Камера. В камере труп, похоже. Или спит? Нет, труп. Живодеры, мать вашу. Так, там я понимаю выход. Да, тут выход. Тут у нас уже. Все, пошли спасать Торрельда. Больше тут никого нет. Да, прикольно. Ну что, Торрельд? Настал момент. Эй ты, что ты делаешь? Я спасу тебя. Вот уж не думал снова увидеть лицо друга. Нам нужно как можно быстрее добраться до безопасного места. Пошли. И у тебя тоже голос Геральта, да? Ну, пошли. Ни хрена ты так с топорищем. Ладно. Ладно, пойдем. Когда он бежит с топором, как-то сразу спугинается, почему-то Condemned там так же похожа. Вообще анимация была, как они бегали. А, вот эти твари опасные. У них очень прочный панцирь. И втроем они меня в прошлой серии чуть не убили. При том, что сейчас я очень силен. Так что не стоит зазнаваться. Урок на будущее. Я не могу достойно отблагодарить тебя за спасение. Я думал, что больше никогда уже не увижу неба. Но мы ведь не знакомы. Что заставило тебя рисковать ради меня жизнью? А, твой брат меня уговорил. Хотя лучше твои родные волнуются за тебя. Конечно. Как я раньше не понял. Это все Авельстейн придумал, не так ли? Где он? Он остался в Вайтране. Мудрое решение. Но я боюсь, что теперь ему небезопасно там оставаться. Меня будут искать. И в первую очередь в Вайтране. Я не могу остаться. В Вайтране слишком опасно. Скорее всего, Авельстейн тоже в опасности. Что ж, для нас лучший выход уйти к братьям Бури. Но прошу тебя, скажи мне еще одну услугу. Скажи моей матери вот что. Не бойся холодных зимних ветров, ибо они несут семена будущего лета. Она поймет. Спасибо еще раз, друг. Я тебе больше, чем жизнью обязан. Отлично. Так, теперь мы воспользуемся быстрым перемещением. Хотя, как правило, я предпочитаю ими не пользоваться. но очень уж охота быстрее завершить этот квест, потому что сколько мы с ним уже тянем натурально и не соврать, наверное. Начали мы во серии 30, наверное, назад. Так, рядом находятся враги. Это, видимо, вот этот волк. А, ты же лисичка. Где враги? А, вот враги. Ну, я же говорил, дракон летает. Так, надо быстрее отойти куда-нибудь подальше, чтобы этот дракош не убил Торальда. это будет печально. Ладно. кровавый дракон. Опасный. По-хорошему надо было бы его, конечно, встретить. так. Жалостность силы, интересно, можно тебя приземлить? Почувствовал, нет? Похоже, не долетела. Заметил. Блин, у меня крик же не восполнился. Морозный дракон, я такой еще ни разу не видел. Так, это я плохо сделал, конечно, крик использовал до того, как... Ну-ка, давайте попробуем. Может, он уже восполнился. Вроде уже восполнился. Ой! Ой! Это какой-то новый дракон. Они увидели, что я уже с кровавыми драконами очень легко справляюсь и подогнали мне Морозного. Но я думаю, я с ним справлюсь. В этот раз главное не запороть. крик использовать его в нужный момент. Давай, братенчик, иди сюда. Нужно выпить зелье сопротивления Морозу, если оно у меня есть. Это же не магия у него, по-моему. Сопротивление огню есть. Электричество есть. Блин. Может, свиток такой есть? Нет. Ладно. Я думаю, просто нужно все время следить за своим здоровьем, и тогда у нас все получится. Так, это что за тюлени? хорошо так. Ну, что ты не используешься-то? да, да. Это да ты посмотри, да. Вот так вот мне показывают, что не такой уж я и сильный. Морозный дракон хренеть я ему натурально ничего не могу сделать я очень мало ему снимаю так что да пошел хрен бы с ним как говорить придет время придет время так интересно сейчас я могу переместить свой трам да погнали чем не с этого дракона ловить еще одну душу что ли пока что мне одна душа есть не хватает тем более скоро я думаю пойдем по опять по сюжетному квесту по основному и там наверняка убьем еще одного дракона так что будем расти будем расти в принципе я думаю я бы этого дракона запилил потому что в первый раз когда я с ним дрался у меня гораздо лучше получалось второй раз я просто сбоку стоял и не очень хорошо все вышло в первый раз я ему довольно много снес и если бы я постоянно следила за лечилками то вполне мог бы и убить но зачем зачем такие проблемы сейчас опять все зелье потрачу ветер холодный заморозки посевы побьют вот как чувствую от на так наш дом а да нет с утра пойдем так сейчас положим книжки на книжную полку книжку мне конечно тоже дофиги с чем так нет не взять наоборот книги складировать а уже не лезть а так складирует нет все не лезть больше смотри да казалось бы до хрена место можете как-то неправильно нажимаю не знаю свободных мест 7 все увидел так вот 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 так и все полно да а все поместилось отлично хорошо книжек у меня конечно просто полно булочка булочка иди сюда сейчас тебя приговорю и запьем или как хорошо дома еще у меня есть вот тут книжная полка тут она вообще маленько и в принципе на это алхимическая стала зачарование у меня к сожалению нет так что тот кинжал придется разбирать у придворного мага ну лет поблизости где найдем так здесь у нас лидия спит наша гражданская жена так скажем так уж повелось сладкий рулет так поспим до утра потом пойдем продавать всю эльфийскую броню всякое прочее сдадим квест потом зайдем в таверну говорили что в таверне сидит какой-то мужик с которым можно бухнуть и говорят это прикольно не знаю посмотрим первым делом сбагрим все тебе так а чё у тебя есть кстати говоря стеклянных стрел нету есть хорошо по одежде тяча ух ты ты посмотри да прикольно легкое есть что-нибудь ничего ладно так оружие эти стрелы мне нужно вот этот лук мне нужен это мне не нужно и вот этот топор эти пожалуй отдам теперь давайте продавать стальную броню шлем блин у него 604 она стоит 696 лучше вот так один шлем продадим по дешевке да 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 устраивает так все мне не осталось денег теперь мы пойдем к твоему начальнику и продадим ему остатки посмотрим у него кстати выбор обычно побольше и вещи там получше привет погляди так что у тебя есть двумерский лук шляпа всякая стеклянная стрела круто так оружие пару же по моему все же стеклянных стрел тысяч 4 тогда мне нордские стрелы уже не нужны потому что в последнее время не так часто им пользуюсь так хорошо давайте продадим тебе эту ибанитовую руду хорошо теперь у нас осталось продать галантере щеку вот это вот шляпу всякую надеюсь у нее деньги есть потому что стоит она порядочно осмотр знаешь в чем сейчас и потом пойдем сдавать квест наверняка да немного того немного тебя чего стеклянных стрел к сожалению нет ну да ладно так одежда это я ставлю хотя на хрена она мне и так 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 и вот так что у нас еще осталось вот этим можно толкнуть неплохо вот это но пока что некому заходи все короче идем сдавать квест где он тут я уже честно говоря не помню но маркер нам укажет она по улице ходит все нормально стоим сыночком что у тебя есть новости о моем сыне есть тора в безопасности вы спасли его отведи же меня к нему боюсь его здесь нет он сказал что возвращаться слишком опасно что я даже не смогу увидеть сына после всех страданий как как я узнаю что ты действительно говоришь правду а не то что я хочу услышать он просил передать тебе не бойся холодных зимних ветров ибо они несут семена будущего лета да это мой сын значит все правда что уж хотя бы он жив мне этого пока хватит спасибо дорогой друг тебе удалось вернуть мне сына я попросила Йорланда выковать это для Торальда в качестве подарка на возвращение раз уж Торальду его не вручить ты возьми мы всегда сможем сделать новый когда война закончится и Торальд вернется домой ну наконец-то так а теперь ступай и береги себя наконец-то мы развязались с этим квестом это меня несказанно радует так ну что нам осталось в Вайтране нам осталось разобрать этот кинжал изучить зачарование и зачаровать так мы можем зачаровывать интересно наше оружие или оно уже зачарованное нет лук у нас зачарованный а оружия нет так что погнали к придворному магу займемся этим блин как я рад что я сдал этот квест он у меня постоянно блин как бельмон на глазу был так красивая хибара где наш маг блин ты посмотри я же украл уже так так давайте-ка сохранимся а то вдруг я что нибудь налажаю скажем а кинжал у нас один такой лажать не надо так предмет а снять зачарование стальной кинжал связывания выучить так уничтожаем этот предмет и изучаем его свойства хорошо теперь предмет стеклянный меч выбор зачарование захват душ выбор в течение 4 секунд хорошо да так камень душ большой камень души выбор создать отлично и второй попытаемся сделать таким же выбор 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 и выбор создать все теперь у нас отличные мечи и в принципе где тут у нас маг ты спишь что ли нет не спит может быть ты что-то делаешь тут ух ты нордеская рима блин у меня уже на книжных полках места нет где где маг куда подевался а вот идешь ты в драконьем приди и так ты хочешь овладеть тайными искусствами я не хочу овладеть я хочу сбагрить тебе всякое разное так допустим вот это вот серебряный обруч забирай блин денег у тебя маловато конечно но одно хотя бы давайте продадим отлично знаешь раз у тебя есть способности советую посетить коллегию магов в интерхоле хорошо в принципе я же вам ни разу не показывал что это за замок вы только тронный зал видели между тем помещение надо сказать красивое до конца этой серии я думаю я вам покажу здесь разные метки можно понажимать на них и определить новые места на карте так здесь у нас галерея здесь что покой ярла а тут у нас балкон похоже да вот мы на втором этаже этого зала вы обычно видели только первый ну кто сам не играет естественно кто смотрит мое прохождение ты сейчас договоришься блин пацанинок давно тебя не по роли похоже так давайте пойдем в галерею посмотрим что у нас в галереи богатая одежда кстати которую я продал я спер испокоив ярла потому что она мне понравилась просто ради прикола прокачивал скрытность так красивый лук вот такой лук я хочу это похоже до эдрический какой-то в следующей серии я думаю мы народ тренируется здесь можете оценить какой вид вот ты кто хронгар меня раздражает это бездействие мы должны задать жару братьям бури у тебя тоже голос геральт много даете а паравентуса винич смотрите да какой пейзаж офигеть тут в стенах есть подъемы но ведут они просто на эти балконы то есть никуда так что смысла по ним подниматься нет особого сейчас я покажу вам покой ярла там тоже довольно таки красиво вообще надо сказать добротный такой дом хочу такой же надо что ли всех вырезать да поселиться тут шучу так это что ну да покой ярла уровень кстати говоря тоже почти 30 неплохо так подросли здесь у нас дверь за этой дверью у нас похоже какие-то служанки обитают готовят жрачку склад и всякое подобное так а тут че а тут выход наружу понятно ух сыр какой блин коди ненавижу тут мы видим разнообразные предметы все хреновые конечно их даже воровать стремно ну да ладно вот отсюда я вон оттуда опер дорогая дорогую одежду тут у нас еще двери здесь похоже его детишки живут здесь похоже они питаются ну и здесь само собой тоже так ну и сейчас мы выходим в самую красивую часть города на балкон ярла вид открывается оттуда просто превосходный следующая серия думаю мы начнем с ривервода посмотрите да какой вид да опекенно что интересно даже на таком расстоянии отображается он видите люди по городу ходят то есть дальность прорисовки жжет ну и что в конце этой серии я провел такую небольшую экскурсию по дому Ярла надеюсь вам понравилось в следующей серии продолжим заниматься всяким разным с вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok